Крестьянина Чазова там вывели с другими крестьянами, команда ПЛИ расстреляли. Крестьянин Чазов выжил. Он выжил, он пошел в свой там какой-то то ли в обком, то ли в райком и написал заяву на чекиста, который его расстрелял, о том, что вот его значит бессудно, по беспределу прошу разобраться. Разобрались, и того чекиста, который его недорасстрелял, чекиста расстреляли. А крестьянина Чазова, я так понимаю, расстреляли второй раз, но расстреляли на этот раз качественно. Ну, я думаю, что у него претензий не было, потому что теперь уже по закону, все по порядку. И сам историк Гетти и Жуков не возражали бы. По закону, значит, по закону. Ну, шо ж. Здравствуйте, уважаемые слушатели. На нашей улице праздник, поскольку мы добрались до сладкого. До того, чего все ждут, все ждали. Вишенка на торте. 1937 год. Большой террор. Триллер, хоррор, детектив. Не знаю, какой еще жанр. Ну, в общем, это вот первая серия была про то, как герой подходит к заброшенному дому. В конце первой серии он переступает порог этого дома. Зритель напрягается и действительно начинается всякого рода. В нашем сериале начинаются всякого рода чудеса. Ничего нового по фактам мы, естественно, сказать не можем. Можем уточнить там, как структурировать, прочее. Ну, тема, в принципе, известна. Но если фактов новых мы сообщить не можем, то гораздо более интересен вопрос, как мне кажется, не о фактах, а об их интерпретациях. Это вот как аналогия. Вот сейчас все телеканалы, все блогеры, все там от Пянтковского до Соловьева без конца обсуждают, как. Как протекает СВО. Кто кого, какую деревню кто взял, с какие потери. Мне, например, интересен один единственный вопрос, который никто не обсуждает. Зачем? Зачем это все? Кто бы, что бы не взял, кто бы, что бы не потерял. Зачем? Вот то же самое относится и к теме, о которой мы сегодня говорим, то есть к большому террору. Большой террор – это термин, который ввел английский историк Роберт Конквист. Книжка у него такая. Не помню, когда она вышла, помню. The Great Terror. Великий террор. Но «великий» перевели, поскольку «великий» в английском языке означает просто «огромный», то у нас перевели достаточно корректно «большой террор». Вообще, логичнее было бы назвать это «гигантский террор». А в каком году она вышла, это Конквист? В 80-м году? Да, книга Конквиста «Большой террор», она вышла где-то в 68-м году. А, в 68-м году, да. Да, от Google подсказок. Я на 15 лет ошибся. Ну, большой террор. Значит, и вот давайте начнем, попробуем с того, чтобы все-таки ответить на вопрос «Зачем?». Сначала я попробую об этом поговорить в контексте изнутри советской истории, но потом несколько слов о том, что ведь это не уникальное явление, правильно? Такое бывало в самых разных местах и так далее. Значит, ну вот зачем? Ну, давайте пойдем просто тупо по перебору. Значит, вот цитата от автора, которая объясняет, зачем все это было нужно. Это значит, между прочим, что в случае войны тыл и фронт нашей армии, ввиду их однородности и внутреннего единства, будут крепче, чем в любой другой стране, о чем следовало бы помнить зарубежным любителям военных столкновений. Некоторые деятели зарубежной прессы болтают, что очищение советских организаций от шпионов, убийц и вредителей, вроде Троцкого, Зиновьева, Каменева и Киры, Тухачевского, Розенгольца, Бухарина и других извергов, поколебало, будто бы советский строй, внесло разложение. Эта пошлая болтовня стоит того, чтобы поиздеваться над ней. Как может поколебать и разложить советский строй очищение советских организаций от вредных и враждебных элементов? Троцкеско-бухаринская кучка шпионов-убийц и вредителей, присмыкавшаяся перед заграницей, проникнутая рабьим чувством низкопоклонства перед каждым иностранным чинушей и готовая пойти к нему в шпионское услужение. Кому нужна эта жалкая банда продажных рабов? Какую ценность она может представлять для народа? И кого она может разложить? И далее доказательства, что никого не разложили. В 1937 году были приговорены к расстрелу Тухачевский, Кир Боревич и другие изверги. После этого состоялись выборы в Верховный Совет СССР. Выборы дали советской власти 98,6% всех участников голосования. В начале 1938 года были приговорены к расстрелу Розенгольца, Рыгов, Бухарин и другие изверги. После этого состоялись выборы в Верховные Советы Союзных Республик. И выборы дали советской власти 99,4% всех участников голосования. Спрашивается, где тут признаки разложения? И почему это разложение не сказалось на результатах выборов? Слушая этих иностранных болтунов, можно прийти к выводу, что если бы оставили на воле шпионов, убийц и вредителей, и не мешали им вредить, убивать и шпионить, то советские организации были бы куда более прочными и устойчивыми. Смех в зале. Не слишком ли рано выдают себя с головой эти господа, так нагло защищающие шпионов, убийц и вредителей? Не вернее ли будет сказать, что очищение советских организаций от шпионов, убийц и вредителей должно было привести и действительно привело к дальнейшему укреплению этих организаций? Вот вам ответ автора. Обхохочешься. А, да, обхохочешься, совершенно верно. Я думаю, что действительно эта пошлая болтовня стоит того, чтобы поиздеваться над ней. Ну, давайте поиздеваемся. Значит, насчет выборов я говорить не буду. Тут я бы сказал несколько слов, и тут это было бы очень кстати. Почему? Потому что, что, собственно говоря, есть большой террор. Большой террор, это есть две точки зрения. Ну, имеется в виду... Прошло, что меня хлеб отбивает. Я собираюсь 22 точки зрения изложить. Ну, две полярные точки зрения. Одна из них связана с выборами. Дело в том, что вообще, как и все в России, это нам пришло из-за границы. Вот именно понимание и первая попытка осмысления этого термина. Большой террор. И тут сформировались две, собственно говоря, два направления исследования. Первое – это конквест, о котором вы сказали. А второе – это группа историков-ревизионистов. Группа историков-ревизионистов, среди которых самым популярным был такой Арч-Гетти, они сформулировали следующую точку зрения. Зачем Сталин провел большой террор? Потому что была принята самая демократическая конституция на свете, конституция 36-го года. И Сталин провозгласил курс на демократизацию. Но текущие чиновники, правящий класс, бюрократы, он в основном приводил пример секретарей обкомов, все эти Постышевы, Эйхи, Шибалдаевы и прочие, посчитали, что на демократических выборах-то их прокатят. Соответственно, они пришли к Сталину и потребовали от Сталина начать расстреливать своих конкурентов на выборах. И они настолько, с точки зрения Арча-Гетти, усердно требовали... Вы такой умный, простите, я не расслышал фамилию. Арч-Гетти. Гетти? Да. Вот. Это целое направление. Я знаю, это не синёс несколько раз, так называемый историк некто Жуков, который вступал у Соловьева. Я сразу понял, что не сам Жуков до такой ценной мысли додумался, а где-то это стырил. Ну, понятно. Жуков, Стариков, Дугин и прочие, они в попытке создать свою оригинальную версию прекрасного... Честно, не оригинальную, вы говорите, это Арч-Гетти какой-то, а они просто переписали с английского на русский язык. Ну, ладно. Да, они переписали с английского на русский. Главный недостаток теории Арчи-Гетти заключался в том, что, во-первых, он писал о том, что были убиты тысячи людей. Тысячи. То есть, тысяча – это от одной тысячи до девяти тысяч девятьсот девяносто девяти людей. Вот. Это первый недостаток. Убито было намного больше. Ну, как, казнено. Даже хотя бы с точки зрения Сталина. А второй недостаток заключался в том, что эти первые секретари обкомов, то есть, все эти Постышевы, Шибалдаевы, Эйхи, они настолько просили перестрелять тысячи людей, что как-то нечаянно сами себя перестреляли. Вот. То есть, это второй недостаток теории ревизионистов. Есть и противоположная теория. Это теория Конквиста. Он говорил о десятках миллионов. И Александр Исаевич Солженицын, как истинный славянофил, по сути, очень в грубой форме передрал исследование Конквиста, только поскольку наша задача всем громким рекордам дать наши, точнее, всем громким рекордам дать наши звонкие имена, вот, он возвел эту цифру в сотни миллионов. То есть, совсем фантастическую цифру. Таким образом, авторы теории антиревизионистской говорили о сотнях миллионов. Ревизионисты говорили о тысячах. И те, и те, в общем, оказались примерно на равном удалении от того, что было более-менее на самом деле. Нет, ну, и чем дело? Я думаю, что вопрос о цифрах, сколько там погибло, это будет в следующем, так сказать, разделе. И поэтому я, опять же, цифры – это как? Тысяча, десять тысяч, сто тысяч, миллион, сто миллион – это как? Мы пока пытаемся разобраться в вопросе «зачем?». Вот ответ «зачем?» вы рассказали. Значит, оказывается, зачем? За тем, что в Советском Союзе были выборы. Выборы были конкурентные. На этих конкурентных выборах люди, тогда не было пиарщиков. Проблема в том, что не было Павловского, Долковского, Радзиховского и других пиарщиков, которые могли бы помочь выиграть выборы. И поэтому в условиях острейшей конкуренции на выборах люди, которые были обречены эти выборы проиграть, избрали единственный способ – убить своих конкурентов на выборах. И самих себя заодно. Последовательно давайте. Сначала убить своих конкурентов на выборах. По-видимому, конкурентами на выборах в 1937 году были Каменев, Зиновьев, это те, с кого начались процессы большого террора. Они, видимо, конкурируют. Я не знаю, по какой области они собирались участвовать в выборах. Где именно они составляли конкуренцию первым секретарям обкомов. Дело в том, что к 1936 году Каменев и Зиновьев сидели в тюрьме. Но, видимо, идея была в том, что они из тюрьмы будут. Ну, как Навальный. Вот Навальный сидит в тюрьме, и он тоже, по-видимому, способен составить конкуренцию на выборах. Вот сейчас будут выборы мэра Москвы. Собянин, Навальный. А тут, допустим, были выборы в Верховный Совет. Предположим, Постышев, первый секретарь Куйбышевского обкома, а Зиновьев из Лефортовской тюрьмы будет писать подметные письма и тем самым выиграет. Это понятно. А поскольку на выборах участвовали, значит, в выборах участвовали, выбирали в Поселковый Совет и в Верховный Совет, то это острейшая политическая конкуренция в ходе выборов. Ввиду отсутствия грамотных политтехнологов, они боялись проиграть выбор. Это некоторая точка зрения. Ну, почему нет? Если, допустим, завтра случилось бы какое-нибудь несчастье с историком Жуковым, то ответ понятен. Кто-то боялся, что он придет на шоу к Соловьеву и, боясь его открытий, его разоблачений, я заранее сообщаю, что я желаю большого крепкого здоровья и большого крепкого счастья, а также отдельно большого психического здоровья и большого интеллектуального здоровья историку Жукову, историку Старикову. Пусть долго-долго радуют нас переводами этого самого вашего гетти, или как его там звали, ну, в общем, свободными переводами с английского языка. Ну, это некая точка зрения. В науке, как вы понимаете, есть много точек зрения. Вот. Одна точка зрения, что яблоки падают с яблони на землю. А другая точка зрения, что земля приближается к яблоку. Вот висит яблоко, а земля к нему поднимается, и яблоко оказывается на земле. Это две различные точки зрения, и обе заслуживают вполне некоторого научного рассмотрения. Значит, спор с этой точкой зрения, научный спор, вещь плодотворная, заключается в том, что в Советском Союзе была одна на выборах. Собственно, слово «выборы» имело довольно своеобразное значение, поскольку на выборах не было конкуренции. Один кандидат на одно место. Поэтому назвать это выборами можно, ну, в определенном смысле. Ну, может быть, разобьем мысль Жукова-Гетти. И, может быть, речь шла о выборах внутри партии, что вот Остышев пришел к Сталину, добился на этот день освобождения Зиновьева из тюрьмы, за руку втащил Зиновьева к Сталину и сказал, «Коба, если ты кандидатом в Верховный Совет вместо меня предложишь Зиновьева, то я этого Зиновьева вместе с тобой убью прямо в этом кабинете». Ну, вот, например, как-то так, да? Если нет выборов публичных между кандидатами, то есть отбор внутри партии. И вот секретари обкомов, неугомонные секретари обкомов, стали уничтожать друг друга для того, чтобы Сталин именно их, вот, допустим, Куйбышевский обком партии. Кстати, Постышева не зря тут называют, потому что к началу 1938 года в Куйбышевской партийной организации были расстреляны все секретари райкомов, все, значит, начальники отдела, заведующие отделами обкома и так далее. По-видимому, Постышев боялся, что они займут его место. До этого не боялся. А тут испугался. И чтобы они его место не заняли, организовал вот такое истребление работников своего обкома. Точно так же поступили все секретари обкомов по всему Советскому Союзу. Они испугались конкуренции и решили истребить своих соперников. Ну, это некая точка зрения. Я считаю, что она... Может быть, и другая точка зрения. Странно, что историк Жуков и историк Гитти ее не изложили. Ну, например, благодаря головотяпству Госплана было произведено такое количество патронов в Советском Союзе, что их надо было как-то израсходовать. Но согласитесь, что боевые патроны глупо расходовать, стреляя в воздух. Поэтому пришлось каким-то образом вот это головотяпство... Не выбрасывать же добро, да? Ну, вот, например, возможно, и такая точка зрения. Но я бы все-таки эту точку зрения всерьез рассматривать не стал, потому что время у нас ограничено. Ну, да. Я просто хотел еще сказать, что, помимо прочего, как бы ревизионистская школа, она большая. Это все-таки профессор Калифорнийского университета, автор, кстати, биографии под названием «Время и жизнь Николая Ежова» и так далее. Это Китит этот самый? Да. Он один из первых авторов. А это Калифорнийский университет. Поздравляю, как говорится. Рад за Калифорнийский университет. Вторая полярность. Первая. С точки зрения Конквиста Большой террор это было системное бюрократическое явление, которое подчинялось некоторой четкой логике, то есть упорядоченный террор. С точки зрения Арчибальда Гетти это была беспорядочная резня, в которой был полный хаос и бардак. Это второе их противоречие. Третье противоречие. Это теория слабого диктатора и теория абсолютного диктатора. Ревизионистская школа стоит на том, что Сталин был слабенький. Ну естественно, понятно. Он ситуацию не контролировал, именно поэтому второй их пункт теории тоже логичен вследствие этого, что мясорубка возникла, потому что Сталин был маленький и слабенький и не отдавал приказы. Конкрест стоит на той точке зрения, что Сталин этот террор инспирировал, он его проводил, и он закончился тогда, когда Сталин захотел. Вот это, так скажем, более такие неочевидные сегодня противоречия. Да, уж действительно неочевидные. Это правда. Что неочевидно, это правда. Наука вообще начинается там, где происходят неожиданные, креативные, я бы сказал, идеи. Ну, например, опубликованы списки на расстрелы, так называемые сталинские списки. В этих списках это высшая номенклатура, в этих списках их никогда не подписывал один Сталин, их подписывали, как правило, Сталин, Молотов, ну, четыре человека там, значит, Сталин, Молотов, Каганович и Ворошилов. Ну, иногда там по большим праздникам дедушку Калинина пускали на чаек, тоже, значит, давали там что-то... Но Арчгейте этих списков не мог видеть, когда писал своему награду. Я понимаю, да, но мы-то можем. Тем не менее, наличие этих списков абсолютно не опровергает ни в малейшей степени теорию, что Сталин ни при чем, и что он слабенький диктатор. Есть несколько простых объяснений, как, почему это Сталинские списки. Ну, вспомним рассказ Канан Дойля «Скандал в Богемии», когда князь Богемии приходит и говорит, что его свадьба может расстроиться, потому что его бывшая любовница Ирэн Адлер хочет сорвать его свадьбу. У нее есть доказательства. Шерл Холмс говорит, «Какие?» «Моя личная бумага украдена», «Моя подпись подделана», «Мои письма выдуманы», «Моя фотография куплена», «Но мы сфотографированы вместе». А вот это большая ошибка вашего высочества. Но сегодня-то это не проблема, монтаж, какие проблемы. Итак, Молотов, Каганович и Ворошилов, а подделали подпись Сталин. Он ничего такого не подписывал. И Молотов, они тоже слабые. Балдаев, Постышев, Эйхил. Постышев, да, Постышев, Берия, подделали подписи Молотова, Кагановича и, естественно, Сталин. В отместку за это Сталин приказал их, хотя он слабенький, он не мог приказать их расстрелять. Их и не расстреляли. Они остались живы просто на подлодке, они уплыли в Бразилию. Другой вариант. Все-таки это подделали не Шабалдаев и историк Жуков, и не историк Стариков, а это подделали все-таки Молотов, Каганович и компания. Ворвались к Сталину, скрутили, связали, угрожали расстрелом, и он был вынужден под их давлением подписывать эти списки. Ну, а что тут такого? Мы же знаем, что есть такая теория, тоже трудно проверить, что в 41-м году в начале военных действий Сталин впал, ну, скажем так, в расстройство нервной системы. И говорят, такова вполне правдоподобная на сфере с точки зрения, что к нему ворвались эти самые граждане и буквально заставили его взять себя в руки и приступить к исполнению своих обязанностей. Так ли это было в июле 41-го года, мы не знаем, но в 37-м было именно так. Каганович и Молотов ворвались и заставили его составлять списки, приказы и так далее. Тоже некая точка зрения. В общем, короче говоря, если у одних людей существует совершенно рационально необъяснимое желание доказать, непонятно кому, что Сталин был хороший, и для этого идет в дело все что угодно, то у других вот этого самого Гетти, я думаю, такого желания нет, но у него есть желание отрабатывать свои гранты, так мне кажется. А если ты рассказываешь, что дважды 24, то большого гранта ты не получишь. В то же время, если ты сочиняешь креативные идеи, ну, например, что земля плоская, что у людей на самом деле три ноги, просто одна хорошо спрятана. Это бывший хвост, ныне нога, которую можно выдавать за руку, но на самом деле это нога. Ну, некая теория. Ты можешь получить антропологический грант, например, правильно? Ну, и так далее. То есть, оригиналов и креативщиков такого уровня придумать не трудно. Вот. Значит, я склонен все-таки исходить не из того, что... Да, а почему люди, кстати, вот те, кто пытаются доказать, что Сталин хороший, они это довольно своеобразно доказывают. Значит, они говорят, он хороший мудак, потому что безвольный, беспомощный, никчемный идиот, которым рулят неведомые силы, а он при этом истребляет направо-налево свое окружение, ну, как его назвать? Ну, мудак, конечно, но хороший, добрый. Хороший, добрый мудак, а вокруг него плохие, злые Жуковы, Старикова и прочие Кагановичи, ну, ну, поскольку слово мудак тут опускается, остается прилагать на хороший, то царь хороший, бояре плохие, но все это мы знаем. Значит, давайте все-таки эти все, так можно до бесконечности развлекаться, значит, обратимся, как любил выражаться сам Сталин к факту. Значит, факты заключаются в том, что, неважно, там, миллионы, сотни тысяч, десятки тысяч, но в течение 37-38 годов были истреблены, была истреблена значительная часть государственной элиты, причем очень по-разному. Например, военная элита была истреблена плотно, чекистская элита истреблена поголовно, просто поголовно, значит, у меня есть справочник некий. Давайте я с военных начну, а вы потом чекистами продолжите. Нет, я просто этому потом подробно все расскажу, я хочу о том, зачем, все-таки, по фактам, это мы еще долго можем. Ладно, даже не буду перечислять истребленных чекистов, поверьте на слово, потом Абрагим вам расскажет, как это было. В общем, истреблена поголовно. Партийная элита, но тут я все-таки скажу, процитирую Хрущева, это его секретный, так называемый доклад на 20-м съезде. Установлено, что из 139 членов и кандидатов в члены ЦК партии, избранных на 17-м съезде партии, 17-й съезд от февраль 34-го года. Арестованы и расстреляны 98 человек, то есть 70 процентов. Шум в зале. Такая судьба постигла не только членов ЦК, но и большинство делегатов 17-го съезда. Из 1966 делегатов было арестовано по обвинению в контрреволюционных преступлениях 1108 человек. Шум в зале. Итак, вот такие пропорции истребления партийной, военной и гораздо больше и несопоставимо больше истребления чекистской элиты. Чекисты были уничтожены просто все, причем их снимали слоями, то есть сначала одна категория чекистов испребляла партийную элиту, потом следующая категория чекистов испребляла этих чекистов и следующий уровень партийной элиты, ну и так далее. То есть их, как тогда было такое выражение, модно, снимали слоями. Снимали слоями. Другие категории гораздо меньше пострадали в процентном отношении разуме. В связи с этим возвращаемся к исходному вопросу. Зачем? Значит, на этот счет более или менее ответов не уровня Жукова и Старикова, а неких меняемых ответов существует несколько, я попробую все перечить. Значит, ответ первый, он отчасти восходит к господину Детти Жукову. Сталин, конечно, был сильным лидером, абсолютным лидером, но внутри партии были сильные группы, им недовольные, они свое недовольство не высказывали, в отличие от оппозиции 20-х годов, но они свое недовольство копили, и он боялся, что в условиях, которые он создал в партии, когда открытая дискуссия невозможна, эти люди прибегнут к единственным оставшемуся им способу, то есть к заговору. Если в 20-е годы были открыты партийные дискуссии, то к 34-му году никаких партийных дискуссий быть не могло, мог быть только заговор по его свержению, и поэтому он превентивно уничтожал возможных заговорщиков. Ну и, естественно, лес рубят, щепки летят, вместе с ними погибло несметное количество других партийных работников, ну а затем, когда террор превратился в моду, этот снежный ком покатился, 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 люди писали доносы, и уже это шло по своей логике. Ну, по крайней мере, такая точка зрения может как-то соотноситься с действительностью. Но здесь есть одно маленькое крохотное. Ни единого хотя бы косвенного свидетельства о том, что такие заговоры существовали, нет, просто ни единого. Вот сын одного видного коммуниста, пятницкого такого, написал книгу со звонким названием «Заговор против Сталина», где он пытался рассказать, что вот его отец якобы участвовал в каком-то заговоре на 17-м съезде. Ну, отлично, ну, приведи хоть какие-то свидетельства, кто участники этого заговора, какие были их цели, что они делали, ну, что-нибудь за рот, ноль, ничего. Ничего, потому что ничего не было. Можно предполагать все, что угодно, понимаете. В любой момент можно предполагать любые заговоры против любого человека. я подкапываюсь под Ибрагима и хочу его квартиру захватить. А он подкапывается под меня и хочет значит деньги, которые весьма небольшие, прямо скажем, нам достаются хапнуть один. Возможно? Возможно. Но для того, чтобы эта возможность превратилась в реальность, нужны какие-то свидетельства. кто-то кому-то что-то сказал, написал в интернете, не в интернете, с кем-то связался. Понимаете? Вот с момента начала специальной операции мы только и слышим, что про заговор против Путина. Только и слышим. Кого только не называют среди заговорщиков, не буду перечислять, а то нас обвинят в фейках там и так далее. Заро, ноль, ничего. Вот кто что-то делал, Пригожин, он выступал, он был известен. Вот этот самый генерал Попов вякнул, вякнул, не против Путина, но хотя бы против СВО. Понятно. Короче говоря, заговор, от которого нет ничего, ни прямых свидетельств, ни косвенных, ни рассказов родственников, ну ничего вообще. Ну какие основания считать, что такой заговор или заговоры существовали? Ну какие-то же должны быть свидетельствами? Ничего, ноль. Это само по себе очень интересный вопрос. Большой террор шел месяцами, а то и годами. Почему действительно в этой ситуации не было заговоров? не важно по каким причинам, но глава государства вас истребляет, причем слоями, а вы молча и покорно как бараны идете на истребление. Ведь это странно, это действительно странно. Если даже никакого заговора не было до начала большого террора, то сам факт этого террора вроде бы должен спровоцировать заговор. Ну как, ну людям не нравится, что их расстреливают. Ну вроде бы. И ведь расстреливают не учителей пения в школе для умственно отсталых, военные, чекисты, чекисты. Ну вот такой сотрудник НКВД как Орлов, он некоторую гипотезу выдвинул. Тут вопрос же кого расстреливают? Военных? Он это объяснял следующим образом. Говорит они как бараны верят в то, что смогут оправдаться перед Сталиным. Каждый конкретный. То есть арестовали Блюхера, Блюхер думает, товарищ Сталин произошла трагическая ошибка. Арестовали там Примакова, Примаков думает, что он и каждый и вот по такой схеме. И плюс ко всему вопрос тут механический. Ну ответ на этот вопрос он в механике. Дело все было в чем? В том, что сначала это же все медленно было. Сначала Тухачевского перевели на другую должность. То есть аккуратненько, шаг за шагом как бы. Если говорить про военных, то конкретно это выглядело так. Было арестовано в 36-м году довольно много военных. Из них выбили показания против Тухачевского. потом собрали так называемое военное присутствие Верховного суда, в котором были все руководящие военные, в том числе Блюхер, Белов, командующий Ленинградским округом и так далее. Они приговорили к расстрелу Тухачевского и компанию, после чего начали уничтожать их. Опять же, слой за Блюхер был один из последних, которого расстреляли всякие душераздирающие подробности, как его пытали туда-сюда, неважно. До этого он лично участвовал в осуждении на смерть десятков своих. Ну да, вот обвиняемые по делу Тухачевского это были собственно высшие слои. В начале в 36-м году репрессии коснулись в основном руководящих ну как эти кадры назвать там преподавателей, ректоров военных академий и так далее. Из них выбили показания. Совершенно верно. Далее, было дело Тухачевского обвинялись собственно Тухачевский Якир Убаревич Путно Примаков Гомарник Фельдман вот, то есть сколько семь высших военных чинов среди которых есть между прочим маршал. Им судьи были Блюхер, Будённый, Алкснис, Горячев, Каширин. Да много, там огромное было присутствие. Судебное присутствие состояло из пяти. Да? Вот, Блюхер, его запытали до смерти, Будённый выжил, Алкснис был расстрелян 29 июля 1938 года, Горячев застрелился в 1938 году, Каширин был расстрелян в 1938 году. И так по чуть-чуть как бы хвост рубили вот кусочками. Да, слоями. Но понимаете в чём дело? Люди, если они не совсем, если считать, что люди вменяемы, то они понимают, что твой номер следующий. Потому что это происходит непрерывно. И это люди спаянные какой-то общей работой, которые друг друга знают и так далее. Тем более это относится к чекистам. Между прочим, были расстреляны два начальника личной охраны Сталина. Подчёркиваю, личной охраны. Это один из начальник, это Паукер такой, а второй это такой Дагин. Ну, неважно их фамилии, они абсолютно никакого значения не имеют, но факт тот, что истреблялся даже вот этот круг. Понимаете? Я уж не говорю о том, что, вот цитируем Хрущёва, большинство, то есть 70% членов ЦК были уничтожены. То есть они уничтожили друг друга. Каждый раз собирался пленум, этот пленум исключал из ЦК какую-то группу людей, на некоторых пленумах исключали много, потом их уничтожали. И стенограмма этих пленумов опубликована, и все члены ЦК в точном соответствии с теорией ГИТИ Жукова, на перебой кричат убить, растоптать, разорвать, ещё этот, ещё этот, ещё этот. Из 71 делегата февральско-мартовского пленума 1937 года расстрелян был 51. Ну, всё время, большинство всё время. Ни на одном пленуме не было такого, чтобы половину пленума увели. Ну, уводили там 10%, 15%. На следующем ещё, на следующем ещё. И много тут есть таких легенд своеобразных. Вот, был такой коммунист видный, кандидат ЦК, Каминский, министр нарком здравоохранения. Так вот, про него говорят, что он такой был честный, благородный, что он пытался разоблачить Берию, и за это его расстреляли. Да чепухает, он действительно на пленуме орал чушь собачью про то, что Берия английский шпион, пригодилась через 15 лет. Но он это орал-то не потому, что он Берию хотел разоблачить, а потому, что он хотел показать, какой он тоже разоблачитель, какой он тоже честный. Ну, а Берия, естественно, кричал, что он шпион. А дальше уже, значит, вот как объяснить этот случай массового помешательства? кстати, масса чекистов и многие военные, и многие партийные работники кончали с собой. Не так много, как расстреливали, но достаточно много. Ну, вот Гомарник, например, застрелился, это начальник политуправления армии. Томский застрелился, это директор объединения госсоцией. председатель ВЦС, ПС. Это он был в 29-м году, а к 36-м он был всего лишь, ну, тоже, должность немаленькая, директор объединения госсоцией. Ну, как министр печати. Застрелился, и таких много. Застрелился, допустим, зам наркома внутренних дел Курский такой. В общем, многие застрелили. Я к чему это говорю? К тому, что если человек стреляется, то, следовательно, смерти он вроде бы не боится. Правильно? А если ты не боишься смерти, зачем в себя стрелять? Не проще ли выстрелить? Арджиникидзе тоже яркий премьер. Арджиникидзе застрелился, да. А уж Арджиникидзе возможности, он со Сталином встречался там через два дня на третий. Это интересно. Случай массового паралича воли. Это вот кролики перед удавом. Случай кроликов перед удавом. Но эти кролики сами существа более чем плотоядные и агрессивные. Это не случай кроликов перед удавом. Это случай удавов перед удавом. Это случай волков перед удавом. Понимаете? Они сами загрызли несметное количество людей. и тем не менее в минуту жизни трудную они абсолютно парализованы. Они действуют четко по Орвеллу. Как вы помните центральная сцена романа в 84-й год, когда он перед последним испытанием и он кричит Джулию, Джулию, отдайте им Джулию. Это последняя стена, последняя защита. Его любимая женщина и он отдает. Убейте ее, сожрите ее, разорвите ее. Только не трогайте меня. И это говорили те самые люди, которые, выйдя с заседания, пленума стрелялись. Друзья мои, так за что вы боретесь? Вы же за свою жизнь не боретесь. Вы же сами себя убиваете. Чего же вы боитесь? Беже прочим, Пятаков страшности смерти не будет? Беже прочим, Пятаков требовал от Сталина, когда уже был под арестом. Знаете, чего? Расстрелять свою собственную жену. Был такой. Много таких было. Это вообще по тем временам Бонш Баруевич писал, что если моя дочь изменится, я сам ее приведу, значит, сам убью. Как прикажете это понять? Люди не робкого десятка, люди жестокие, люди кровожадные и люди, которые своей смерти, еще раз, своей смерти не боялись, которые кончались с собой. Почему же их парализовало? Вот знаменитый эпизод, всем известный, что как раз перед тем, как Тухачевского сняли, то есть после того, как Тухачевского сняли с поста замнаркома обороны, его неведомо зачем принял Сталин. Нахрена он его принял? Одному богу известно. Как он ему объяснял, что его переведут в Куйбышев, командовать, да, Приволжским? А без личной встречи Тухачевский бы в Куйбышев нет, на это я пойти не могу. Только когда мне Сталин скажет, тогда поеду, а так нет. Тухачевский был мужик здоровый, это известно. Сильно здоровый мужик, про Сталина так никак не скажешь. Он, легенда такая была, мог рукой качать стул, на котором кто-то сидит, ну, кто-то по всей видимости не такой большой. Плюс ко всему он был отличник строевой подготовки, отличник боевой подготовки, абсолютно такой помешанный на военной дисциплине человек. Ну, вот, отличник, и вот этот отличник приходит, видит, что Сталин сидит на стуле, ну, качни стул-то, вдруг получится. Нет, как кролик разворачивался, ну, понятно, что оружие у него при входе отобрали, понятно, что Сталин никого не принимал в одиночку, но еще там был такой гигант, атлет, Шварценеггер, как Молоков. Ежов. Ну, взял за шкирдон, и башками бы друг об друга. Ежов там был, Ежов. Ежов, гигант здоровья. Короче говоря, я же не говорю, что у Тухачевского бы это получилось, может и не получилось, а может получилось, тем более, что Ежов наверняка был при оружии. Но это все, понимаете, гадание. Факт тот, покорно встал, повернулся и ушел. Сравните Германию. Нацистские генералы, пусть дурацкие, пусть бездарные, пусть трусливые, пусть без конца откладывали 58 раз, но все-таки заговор против Гитлера составили. При этом заметьте, что никого из них до заговора Гитлера не думал истреблять. За проваленное наступление, за то, за все. Ну, что им делали? Да ничего им не делали. Ну, снимали с работы. Дело большое. Истреблять, вешать и так далее он начал только после того, как на него было реальное покушение. Вот тогда он сказал свои известные слова. Эрнст был прав, надо было уничтожать эту чванливую сволочь. А что ж ты раньше эту чванливую сволочь не трогал? не трогал. А чванливая сволочь составила заговор и хотела тебя убить. Вот вам два мира, два шапира. Один своих генералов. Ну, снимает. Ну, ладно. Кстати, сегодня снял, завтра опять назначил. Дело такое. Другой истребляет, как тараканов. И они, голубчики, вразину в широт терпят. В чем тут дело? Это вопрос. У меня нету на него четкого ответа. Но один ответ известен. Этот ответ называется словом террор. Что значит террор? Это значит подавление, психологическое подавление воли человека или людей до такой степени, что они, что приложить к этим подавленным людям обычные психологические нормы здравого смысла, воли и так далее невозможно. Это люди раздавленные, превращенные в дерьмо. Они способны выстрелить в себя, это максимум. Больше они не способны, ни на что. Раздавленные люди. Известный феномен. 41-й год, советские военнопленные, многие видели эти фотографии. Гигантские лагеря, гигантские. Тысячи, если не десятки тысяч, кого? Молодых, сильных, здоровых, только что державших в руках оружие мужчин. Сколько людей их охраняют? 10, 20, 30, но отнюдь не тысяч. Что ожидает этих военнопленных? Смерть. Смерть от голода, от болезней, от эпидемии. Из пленных 41-го года выжило не больше половины. Не больше половины. Друзья мои, вы собраны до кучи. Вы физически сильные, молодые, активные люди. Почему вы не разорвете этих своих охранников на куски? Ну да, они с автоматами, вы безоружны, ну и что? Если тысячи людей бросятся, можно противостоять? Нет, нельзя. Почему они этого не делают? Они знают, что их просто не кормят. Если не кормят, долго не проживешь. И тем не менее, они покорно терпят. Это феномен известный. это феномен подавления воли, подавления сознания, расчеловечивания и так далее. Называется словом террор. Террор направлен в отличие от убийства и так далее на запугивание, на подавление, на моральный слом человека. Это все, между прочим, описал Макеавелли. Ну, предельно огрубляя, предельно огрубляя Макеавелли, я его известную формулу приведу, что если вы к людям относитесь хорошо, терпимо, уважительно, то они вас отблагодарят заговорами, революциями, восстаниями, предательствами и так далее. Если вы их истребляете беспощадно и бессмысленно, они что будут делать? Правильно. Жрать пыль под вашими ногами. Иван Грозный и многие другие, перечислять которых, как говорится, времени не хватит. В Камбодже было нечто подобное под названием Пол-Под. Этот человек возглавил страну истребил немалую часть ее населения. Не будем спорить, там, четверть, десятую часть, половину, неважно. Бессмысленное и беспощадное истребление огромной части населения. Опять-таки, опустим вопрос, зачем? Почему они это терпели? Кто их истреблял? Да никто, шпана. Шпана, кучка красных кмеров, обдуренных гопников, которым дали какие-то там палки, мотыги, они этими палками насмерть забивали. и восстания не было. Не было, понимаете? Я не говорю, что оно бы увенчалось успехом, там, что-то, но его не было. Культурная революция в Китае, это копия 37-го года. Мы знаем, что в ходе этой культурной революции был там, убили его или не убили, но вот папаша этого самого товарища Си... Товарищ Си сам в лагере сидел в Году культуры. Ну, товарищ-то сидел, а вот грохнули его папашу или нет, я не знаю, но вообще папаша нахлебался. И что? Заговоры, восстания, ничего, здорово. Есть разные теории на этот счет, есть, между прочим, теория, что европейцы отличаются тем, что европейцы все-таки так терпеть не будут. Доказательства, но вот Загор против Гитлера неудачные или, допустим, Робеспьер. 93-й год. Робеспьер чудил со своими, значит, сотоварищами и до чудил. Да, но есть некоторое опровержение, тут я хотел бы поспорить. В чем дело-то, как мне кажется? Понимаете, человек, он уже ведь не только состоит из некоторых психологических представлений, хотя они важны, это же вопрос жизни. Вопрос еще был в том, что большой террор в СССР производил впечатление, как мне кажется, я просто тогда не жил, на людей как нечто системное, логичное, выверенное, построенное и единственно возможное. тут же масса факторов, понимаете, работа пропаганды, воздействия. Нет, но вы говорите про людей каких? Про население? Так я не про население, я про те самые очень узкие, но хорошо вооруженные элиты, на которых впечатления ты особо не произведешь, понимаете? Ну вот руководство НКВД при ЕГОДе, их истребили всех, а ведь до этого они сами этим занимались, ну какое-то на них впечатление произведут. Нет, это особые случаи, и тут и... А я только о них, в данном случае только про них, а я не про население, а население сейчас, потом скажем. Надо делить, просто я только про тех, кто был сам, сам крутил мясорубку. Так эти люди, почему-то у них какие-то были основания думать, ну человек, он же надеется на лучшее, так уж он устроен. И стреляется. Надеется на лучшее. Нет, стреляется он в последний момент. Понимаете, это же Гомарник не сказал себе о том, что вот меня арестуют через 3 месяца, ну через 3 месяца и застрелюсь, как говорится, а сейчас пока буду требовать на пленуме, как бы, чтобы расстреляли врагов. Нет, дело все в чем, в том, что им казалось военным, Ягоде, другим, что их-то, а нас-то за что, как в анекдоте. Ну, они же про себя думали, я же не в заговоре. Они думали так. Нет, нет, это, я думаю, что это совсем не так. Военные еще могли такие глупости себе говорить, но уж Ягодасы, товарищи, которые просто знали, как делаются заговоры, поскольку они их сами делали. Они их сами делали, они производители заговоров. Каких вообще заговоров? Ягода особый случай, по причине... Нет, но я не лично про его. Я про военных. Они думали, что заговор, безусловно, есть, понимаете, что он есть, что его пытаются разоблачить, что там есть... Блюхер мог думать, что Тухачевский плохой, про Блюхера мог думать, там, Штерн, что Блюхер плохой и так далее. То есть, они же из разных группировок. И они полагали, что не просто же так, понимаете, с какого-то нихрена Сталин решил перестрелять военную верхушку. А кем он будет воевать? А военная угроза меня не тронет. Рационализация такого рода, конечно, имеет место. Безусловно. Рационализация такого рода, конечно, имеет место. Я знаю об этом, что вот в 41-м году многие евреи, наши знакомые, говорили, ну, в Москве, ну, что бежать из Москвы? Ну, зачем? Гитлеру? Ну, зачем? Истреблять евреев? Хорошие специалисты, врачи, научные работники, инженеры. Зачем их истреблять? Ну, вранье это. Сказки. Ну, неправда. Хотя знали, что это абсолютная правда. Но люди себя уговаривали. Ну, так не может быть. Человек склонен к рационализации, безусловно. И я охотно верю, что эти военные какую-то рационализацию накручивали. Тем более, действительно, они друг друга ненавидели. Там, Блюхер ненавидел Тухачевского, Иванов, Петрова, Сидоров, Николаева. Понятно. Но есть особая категория людей. Это те самые чекисты, которые эти заговоры создавали. Прекрасно знали, как это создается. К чему знать? Это их работа. И которые знали, что им грозит. Вот был такой украинский нарком внутренних дел, некто Успенский. Он имитировал самоубийство, что он якобы бросился в Днепр. В 1938 году это было. Имитировал самоубийство, собрал документы и смылся. Его ловили всей страной. Можете себе представить, как в 1938 году можно смыться в СССР, где сплошная абсолютная прописка? Знаете, где его нашли? В каком городе? В городе Миас его нашли. Представьте себе расстояние. Из Украины, из Киева, он доехал практически до Уфы. Миас, это неподалеку между Уфой и Челябинском. Разжился где-то документами и так далее. А сколько? А Погорел он знаете на чем? Вот от Непр. Я, честно сказать, его историю не настолько детальна. А Погорел он на том, что он поехал к любовнице своей в Миас, и у него просто закончились деньги, и она пошла его и сдала. Понятно. Ну, потом она пошла его сдала, и самое любопытное, то что? Зачем она пошла его сдала? Ее-то тоже арестовали. То есть, по сути, если бы она бы не была бы дурой, не в том смысле, что, мол, когда у него деньги закончились, чего мужика держать. Если бы у нее был бы банальный инстинкт самосохранения, то вполне возможно, что этот Успенский бы пережил бы, а там дальше война. Пережил-то бы он вряд ли, но насчет инстинкта самосохранения вы правы. Гораздо мощнее история звучала следующим образом. На даче у Ежова сидели Ежов, Фариновский, Литвин, Литвин и Заковский. И вот так... Надо объяснить нашим слушателям, что это все руководители. Высшие руководители. Да, высшие руководители НКВД приезжают. И, значит, Литвин заспорил, по-моему, с Заковским. И говорит, ты враг, тебя арестуют. Ну, Литвин говорит это Заковскому. Заковский говорит, нет, ты враг, тебя арестуют. Кто из них оказался прав? Оба. Оба Заковского расстреляли, а Литвин через пару недель застрелился. Все. Вот это хорошая история, которая говорит о том, что прилагать к людям с измененным сознанием обычные человеческие мерки неправильно. Значит, механизм хотя бы отчасти более или менее понятен. Я говорю о механизме в отношении людей следующих. Это первое тотальное подавление страха. Есть та степень страха, которая искажает сознание людей. И они действительно становятся парализованными. Хотя в этом состоянии они, как выясняется, способны выстрелить но в себя. Первое тотальное подавление сознания. Второе искажение сознания. Второе ставка на человеческий инстинкт. Пока жив, надеюсь, вопреки всему, вопреки логике, вопреки фактам, которые я знаю, а меня не затронет. А вот меня не затронет. хотя чекисты знали, что их затронет точно. Чекисты знали. Другие могли колебаться, чекисты знали. Третье. Это уже не к чекистам. Хотя и к чекистам, кстати, тоже. Всегда, в каждый отдельный момент создавать качественный перевес сил у палачей по отношению к жертвам. Вот пленум ЦК. Сколько там членов было? 170, что ли? Что-то там Хрущев назвал. Значит, 170. Ну да, где-то порядка 170 человек. Толпа должна бросаться и затаптывать меньшинство. Большинство всегда должно бросаться и затаптывать меньшинство. Жертвы всегда в данный момент должны быть в меньшинстве. Поскольку вы это делаете постоянно, то в итоге будет уничтожено большинство. Понятно. Но в каждый отдельный момент те, кто кричат Ату распни, их должно быть качественно больше. Или создаваться иллюзия, что их качественно больше. Как вот солдатами пленными. И да, и дробить, 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 не давать никому ни с кем договориться, никакой организации. Атомизация. Бить по атомам. Вот это наиболее очевидные механизмы массового уничтожения. Но главное это, конечно, добиться подавления воли страхом. Тотальный страх подавляет волю. Вот это действительно пример этих самых военнопленных. Идея в чем? Что государство, организация несопоставимо сильнее отдельного человека или даже отдельных людей. Один из самых подлых, надо сказать, и грязных антисемитских выпадов звучит так. Почему евреи шли как бараны на уничтожение? Почему варшавское гетто восстало только тогда, когда уже большую часть этого гетто отправили в Освенцию? Слово еврейское это чисто антисемитская выходка. Если вы отбросите прилагать на еврейское, то вы получаете вопрос, почему люди, будь то чекисты, руководители партии, камбоджийцы, китайские коммунисты, советские военно-пленные, бояре времен Ивана Грозного, евреи в гетто и так далее, и так далее. Почему люди безропотно позволяют себя уничтожать? И более того, часть этих людей всегда они дробятся на слои, всегда находятся те, кто пытаются примкнуть к палачам иногда успешно, иногда безуспешно, и так далее, и так далее. Почему это происходит? На этот вопрос, как я понимаю, есть много ответов в социальной психологии, но какого-то одного единого и ясного ответа нет, потому что страх деформирует психику, потому что человек надеется до конца непонятно на что, потому что люди бессильны, как вот бедный Евгений, бессилен перед медным всадником, чувствуют паралич перед государством и так далее. Хорошо, это мы попытались описать картину с точки зрения, ну а обычные люди, тут и говорить не о чем, обычный советский человек просто верил естественно в эти все дела, почему верил? Ну просто потому что так удобнее, ну согласитесь, во-первых, обычному человеку ни черта не грозит, начнемся, это вы потом о цифрах скажете, но я сразу скажу, что если мы берем обычного среднего советского человека, не начальник, не коммунист, не поляк, не немцы, были специальные значит национальные операции, операции истребления, вот убили примерно четверть взрослых мужчин поляков, 111 тысяч, это кстати неплохо так геноцидом попахивает, но я объясню как это работало, это не совсем корректно они поляки, потому что с Польшей были плохие отношения, но если вы не коммунист, не поляк, не были за границей, не начальник и так далее, то вам собственно говоря почти ничего не грозит, вы в группу риска не входите, ну и что вам бояться, ну на вас могут донос написать, это да, тут как говорится никуда не денешься, ну это уж, вот, а жить в государстве и думать, что во главе государства стоит маньяк, истребляющий совершенно бессмысленно огромное количество людей, до сих пор историки стариков и жуков этого понять не могут, а каково же людям, которые тогда жили, конечно они говорили себе, так все и есть, да, заговоры, да, странно, конечно, но... Есть такой пример, называется дело крестьянина Чазова, вот, дело все в чем, в том, что крестьянин Чазов, его арестовали, вот по приказу 00447, то есть он просто попал в... Это отдельно мы потом о приказе еще вы расскажем. Он, короче, попал просто в квоту на расстрел, крестьянина Чазова там вывели с другими крестьянами, команда при расстреляли. Крестьянин Чазов выжил. Он выжил, он пошел в свой там какой-то то ли в обком, то ли в райком и написал заяву на чекиста, который его расстрелял, о том, что вот его, значит, бессудно, по беспределу прошу разобраться. Вот. Разобрались и того чекиста, который его недорасстрелял, чекиста расстреляли. А крестьянина Чазова, я так понимаю, расстреляли второй раз, но расстреляли на этот раз качественно. Ну, я думаю, что у него претензий не было, потому что теперь уже по закону все по порядку. И сам историк Гетти и Жуков не возражали бы. По закону, значит, по закону. Ну, шо что-то. Ну, вот. Значит, это механизмы для людей от знающих чекистов до простых крестьян, которые, естественно, пытаются рационализировать свою жизнь. Как говорил писатель Булгаков Михаил, «Все будет правильно, на этом построен мир». Да, все будет правильно. Трудно жить с сознанием, что все будет неправильно. Правда? Жить с сознанием, что все неправильно, очень трудно. Вот принц датский взбеленился на мир и сказал, что невозможно в этом мире жить. Невозможно в этом мире жить. И поставил себе вопрос, мир неправильный. Вот писатель Булгаков считал, что мир правильный. Он это писал в 37-м году. Мир правильный. А принц датский считал, что мир неправильный. Но если мир неправильный, то как быть? Вот он и встал перед загадкой, как быть-то? Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Но для советского человека в 37-м году такого вопроса не было. Конечно, быть. Жить-то хочется, как каждому из вас. А все эти враги, да и черт с ними, ну туда ему дорога, как говорится. То, что их многовато, что как-то это странно все. Ну да, ну странно, но многовато. Мы не все знаем. Мы не все знаем. Не все так однозначно. Не все так однозначно. Мы не все знаем. Ладно, с мотивами подавленности объяснения рационализации снизу, не то, чтобы разобрались, но как-то их попробуем. Хорошо, но встает вопрос, а нафига? Ну нафига ты все это устроил? Шутка такая. Шутка, юмор, прикол. Шутки пошутим, повеселимся, да? Особая юмористическая тройка. Да, примерно так. Я вот в молодости был в Ереване, и там ко мне один подходит, говорит, вот ты приехал, я говорю, из Москвы, из Москвы, а вот эти это твои девчонки, я говорю, ну одна там, вторая. Слушай, приходи вечером, пошутим, повеселимся, да? Шутки пошутим, повеселимся, да? Вот, я, значит, этим своим рассказал, но у них как-то чувства юмора не хватило. Ну вот, шутки пошутим, так что ли? Повеселимся? Зачем? Какие-то звуки пошли, вот только сказал, шутки пошутим, кто-то тут значит. А это опять кто-то под моим окном, это радость жизни на первом этаже. Зачем? Хотел подшутить над историком Жуковым? А ну-ка, сукин сын, придумаешь объяснение? Ну давай, я тебе загадку загадал, давай разгадывай. Так что ли? Значит, давайте попробуем мотивы Сталина разобрать. Значит, первый мотив я сказал, превышение необходимости самообороны. Были реально заговоры, ну да, они такие, небольшие, но были. Еще раз повторяю, к сожалению, историка Старикова фантазировать можно все, что мы знаем, все факты, прямые, кривые документы говорят о том, что вот чего не было того. В 17-м году, что, кстати, смешно, был некоторый заговор, и цель была арестовать императрицу, чтобы царь правил без императрицы. Вот это анекдотический, но был заговор все-таки, как говорил Милюков, наговорено на виселицу. Наговорено, да, наговорено. Есть какие-то свидетельства. Тут нет ничего, вообще, ноль, заро, не работает. Другой ответ такой, да, заговора нет. Сегодня нет. Сегодня нет. Но завтра война. Сталину очень нравилось выражение пятая колонна. Красивое имя, высокая честь. колонна «За намба» в Испании есть. Пятая колонна. Нравилась ему. Любят в России красивые иностранные слова. Геополитика, искусственный интеллект, большая игра, как выражается великий русский мыслитель Михаил Леонтьев. Увидел где-то на развале книжку Бжезинского и потрясла на его до глубины души. Большая игра. Не путать с Константином Леонтьевым. Да, нет, тот тоже увлекался, но немного по-другому. Нравилось Сталину выражение пятая колонна. Предатели. Погибла Россия. Наверное, писатель Вития. Значит, да, сегодня заговоров нет. Согласились. Но завтра, когда начнется война, надо... Сталин же говорит, что наше государство должно быть монолитным, единым. Как это у него там? Вот. Вот где основа прочности советского строя. Это значит, между прочим, что в случае войны тыл и фронт нашей армии ввиду их однородности и внутреннего единства будут крепче, чем в любой другой стране, о чем следовало бы помнить зарубежным любителям военных авантюр. Монолит. И действительно, эта фраза, эта логика, по-видимому, в его сознании присутствовала. Потому что, обратите внимание, кого истребляют. Ведь вот есть такое выражение, что такое столб, телеграфный столб? Это хорошо отредактированная сосна. Истребляли тех, кто чуть-чуть отличался от поляки, а не поляки. Немцы, а не немцы. Евреи, а не евреи. Да, эта компания не была четко антисемитской, но процент перебитых евреев среди партийного руководства был, конечно, гораздо больше, чем процент других национальностей. Латыши, Прибалты. Нужны люди прямые, простые, ясные. Вот идеальный, абсолютно идеальный вот такой, значит, номенклатурный идеал Щербаков был такой идеей. Александр Сергеевич Щербаков. Ну, абсолютный идеал. В чем он идеал? Русский. В партию вступил в девятнадцатом году. Это очень хорошо. Не до революции. Не старый большевик. Не старый большевик. Ну, ни в каких оппозициях вообще это вообще не обсуждается. За границей отродясь небом. Связей порочащих его не имеем. Вся жизнь как на ладони. Это номенклатурный ангел. Есть некоторый у него недостаток. Толстый он был. Толстый, да. Вот это вот. Это недостаток его изгубил. Инфаркт. Бац и не Кстати, как и Жданов тоже толстый был. Толстый, да. Как и Маленков, кстати. Похуже будет, потому что Жданов, он происходит из сословия почетных граждан. Не смертельно, но не хорошо. А Щербаков рабочий. Рабочий, русский, партийный со времен гражданской войны. Нет, не был, не участвовал, не состоял. Ну, братцы мои. Маленков, кстати. Такого же типа человек, да. Классические номенклатурные критерии. Обрубаем, 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 получаем телеграфный стол. И все, кстати, и толстых были, поэтому телеграфный столб из них никак не получался. Вот бочка получалась. Ну, да. Ну, это вот недостаток. Но это можно стесать. Заходишь в кабинет и ножичком ему мясо справа, слева. Кстати, Ежов тоже вроде бы номенклатурный ангел, а присмотришься, нет. Нет, 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 нет. Вот тут биография Николая Ивановича. Во-первых, она настолько, он так много врал, и врал-то из страха. Николай Иванович, он из семьи, которая держала чайную, да и то в Литве. Представляете, чайную. А чайная это что? Это из семьи лавочников. То есть, самый презренный класс, кстати, чайная же ведь еще и была борделем, так, немножко по совместительству. Вот, в партию-то когда вступил? Он. Он не сразу вступил, он был в партии эсеров, максималистов. И тут гнивое у него происхождение. Гнильцо, гнильцо. Хотя, значит, если присмотреться, вот, например, был такой человек, которого называют сталинский сатрап чуть не номер один. Мехлис, Лев Захарович. Ну и биография. Еврей. Еврей. Мало что еврей. Еврей Евреевич состоял в еврейской националистической организации. Ну да, потом в партию вступил, было дело. Но одного этого более чем достаточно, так? Кстати сказать, да, и при этом Мехлис был один из режиссеров 37-го года. Он был главный редактор «Правды», а «Правда» тогда выступала просто наравне с НКВД по части расстрелов. Господи, Берия, агент, почти агент муссаватистской разведки. Так о нем сказали на плену МЦК. Друг Мир Джафара Багирова, тоже, кстати, враг. И так далее. То есть, еще и... Да, вот с этим Мехлисом я еще что прочел к моему изумлению. Я всегда его воспринимал, ну, палач и палач, но фанатик. Вот так о нем все пишут. Абсолютно фанатичный, абсолютно бесстрашный, готовый за Сталина не то, что там, значит, ну, детей родных порезать на мелкий винегрет. Ну, ну, вот такой фанатик. Суперфанатик. Война. А у Льва Захаровича сын самого, что ни на есть призывного возраста. Ну, какие вопросы? Где Василий Сталин? В авиации Василий Сталин? В 20, там, с небольшим лет генерал. Где сыновья Микояна? В авиации сыновья Микояна? Кстати, один погиб, между прочим. Где сын Фрунзе? На фронте сын Фрунзе? Где сын Долореса? Ну, и так далее. Сын Хрущева оба. Да, сын Хрущева погиб. Правда, при непонятных обстоятельствах. Но это детали. А где сын Мехлиза? А Мехлис начальник политического управления Красной Армии в 41-м году. Где же сын начальника политического управления? Кто? Как? Ну, ценный инженер, конструктор. Нет. Что ж такое? Как? Плоскостопие. И плоскостопие в 41-м году. В 41-м году плоскостопие является нормальным основанием, чтобы сын начальника политуправления Красной Армии служил в Красной Армии. Но в тех тыловых частях, где плоскостопие не является опасным и причиной для несловия. Вот вам, пожалуйста. Слушайте, люди с инвалидностью записывались добровольцами. С инвалидностью не с плоскостопием, а с инвалидностью. А у кого инвалидность, а у кого плоскостопие похуже инвалидности. Понимаете, дело какое? И вот выясняется, что фанатик, который тысячами отправлял в печку на расстрелы и так далее, и так далее, и вдруг на тебе. О котором все писатели, которые его ненавидели, там, Симонов, ну, ненавидел, написал, да, все, ну, вот ужас, но храбрец, но бесстрашный, но фанатик. Вот ты и фанатик. Вот ты и фанатик. Я не хочу никаких проводить сравнений, боже упаси, боже упаси. Тем более, что и не с кем. И не с кем. Нет, ну вот есть пример, вот сын Пескова. так сын Пескова. Автомат, каска и на фронт, ну не на фронт, а, так сказать. Артиллерист. Артиллерист. Как сказал Евгений Викторович, весь в дерьме. Вот, вот, вот. Артиллеристы. Путин дал приказ. Артиллеристы, зовет отчизна нас. И сотни тысяч батарей за слезы наших матерей, за нашу родину. Огонь, огонь, огонь. А вот, плоскостопия нет. Ну, нет плоскостопия. А вот, допустим, если взять сына Рогозина, то это уже немного, как бы, другое. Ну, так можно много сыновей, знаете. У многих людей есть сыновья. Сыновья, зятья есть. Вот. Зятья тоже есть, правда? Разные есть, мужчины, так сказать. Ну, вот история с сыном Мехлиза на меня, конечно, произвела. Да там начнешь, пойти, копать, и выясняется такое, что диву даешься. Сын Жданова, ну, самый возраст, ну, за штурвал и на врага. Как это, простите-то, зять Сталина? Ну, зять, да, правда, зять-то потом, после войны, ну, в общем, да, с зятем тоже. Он, дочери, сказал, на войне ведь страшно, убивают, а твой сын такой умный, а твой сын, твой муж такой умный, предпочитал в институте учиться, а на войне-то страшно. Вот, сын Жданова тоже, казалось бы, ну, на фронт, вперед, бей врага. Нет, ну, понимаете, в аппарате ЦК, ВКПБ тоже люди нужны, если все уйдут на фронт, кто бумаги подшивать будет. И вот, сын Жданова, значит, сидел в аппарате ЦК, бумаги подшивал. Ну, ладно, это уже другая, так сказать, история абсолютно. Так вот, хорошо, пятая колонна. Перманентная зачистка пятой колонны. Вот такой аргумент, который часто приводит. И я уверен, на самом деле, что этот аргумент для Сталина некоторое значение имел, безусловно. Но странная пятая колонна, понимаете, очень странная. С кем собирался, с кем ждал войны Сталин? Ну, все-таки вряд ли он ожидал, что на него нападут французы. Правда? По его речам, по его докладам, по всей внешней политике СССР, в 37-38 году войны ожидали с тем, с кем она реально случилась. То есть, с немцами. Так, так. А кто же у нас оказались главные пятой колонники? Троцкисты, евреи, старые большевики, фанатичные марксисты. Слушай, ну как-то это не бьется, нет? Ну, Розенгольц-то, конечно, вот только с Третьим Рейхом и мог группироваться. Да что Розенгольц? Мы в газетах читали, что Троцкий, ну, правда, с Гитлером лично не довелось, но с Гессом они там терли с утра до вечера. Я думаю, что это одна из причин войны, потому что, когда Гесс прочел, что он с Троцким трет в имперской канцелярии, тут у него, видимо, случилось такое, ну, просто... Что он в Лондон улетел? Кровь из глаз потекла, он вбежал в Гитлер и сказал, ну, это уже все, вот это, ну, есть границы. он в Лондон улетел, чтобы с Троцким... От Троцкого подальше, да. От Троцкого подальше. Уже мертвого, кстати, тогда. Да. Значит, вот, сентябрь 41-го года. Орловская тюрьма. Эвакуировать поздно. В Орловскую тюрьму приезжает, значит, тогда генералом он не был, старший майор госбезопасности, широко популярный и известный Блохин со своей командой и в героический. Уже немцы на подходе, там уже грохот немецких танков слышат. Но он, о счастье, он успевает расстрелять в лесу под Орлом сотню-полторы будущих немецких агентов. Кто же это такие? Яков Смушкевич, Мария Спиридонова. Я бы слушаю, Смушкевич Куйбышев. А вот под Орлом расстреляли... Мария Спиридонова. Спиридонова, да. Потенциально опаснейшую немецкую агентку. Безусловно. Жену, сестру Каменева, она же жена Троцкого. Пожалуй, ее Гитлер мог бы выписать вместо Евы Браун. И еще полторы сотни людей потенциально страшно опасных. А именно, старых коммунистов, фанатиков, троцкистов, евреев и так далее. Вот это те люди, на которых Гитлер вооперся. Так военных специалистов, там, по-моему, если не Смушкевича расстреляли, то каких-то летчиков расстреляли, танкистов, при том, командиров, в смысле. Командиров, конечно, не рядовых. Рядовых на фронте расстреливали без... Тут плохим не требовался. С рядовыми обходили. Да, и вот этот сюр 41-го года, что в лесу под Орлом расстреливают профессиональных военных специалистов, а немцы уже выходят к Москве. Уже там Орел взяли, там, Тулу и так далее. Вот это та пятая колонна, которой боялся Сталин. Вот это пятая колонна. При том, что когда немцы реально входили в города, они находили офигенную пятую колонну. Офигенную пятую колонну. Кто же в нее входил? Люди, которых в 37-м году никто пальцем не трогал. В том числе, кстати, ну, руководителя НКВД и не было таких. Чего не было, того не было. А вот рядовые менты, сплошь до рядом. Кстати, среди реальной пятой колонны 41-го года немного, врать не буду, немного, но отмечены и коммунисты тоже. Конечно, немцы не очень любили иметь дело с коммунистами, они их предпочитали действительно расстреливать, это правда. Но если коммунист ценный, нужный, то войну. Войну. Потом, может, его и грохнут. Но дело годится. Ну, Гауляйтер, Белоруссия, Вильгельм, Куба, нормально с коммунистами общался, говорил, коммунисты, вперед, коммунисты. Я бы не преувеличивал, конечно, коммунистов истребляли, было такое, но, конечно, сказать, что пятая колонна это были те самые, кого истребляли в 37-м году, но это абсолютно... Господи, хозяин Белоруссии был такой, Пантелеймон Пономаренко, ну, практически, без пяти минут, если бы попал бы в окружение, то, скорее всего, скорее всего, за родину, за Сталина, обвязавшись гранатами, он бы под танк не сиганул. Не сиганул, это уж точно. Но вряд ли бы немцы позарились на такое дерьмо, они бы, конечно, шпокнули. Но, черт с ним, с Пономаренко. Но, в общем, это описано все. Все эти герои описаны, это, между прочим, воспоминания Харкасовского есть, что войска идут к фронту, а на встречу им дуют, значит, бегущие советские работники. И в этом ничего плохого нет. Но какая-то баба везет на грузовике там чертову пропасть барахла. и он говорит, значит, уберите барахло, положите раненых. И она ему начинает орать, вы знаете, кто я? И тут же красноармейцы ей так популярно объяснили, кто она, настолько простым, ясным и доходчивым языком объяснили, кто она. Ну вот, значит, вот. А вывозила она свою барахлишку. Жена секретаря обкома, как выяснилось. Короче говоря, ответ, что истребляли пятую колонну, потенциальную пятую колонну, ну, очень странный. Есть близкая теория, это вот такая социальная механика, тире попытка ротации кадров. Да, здесь следующее, значит, это вот теория с пятой колонной, она, прямо скажем, не особо работает. Не там искал пятую колонну товарищ Север. Хотя подразумевал, наверное. Нет, он несомненно ее подразумевал, вне всякого сомнения. Он действительно искренне верил, что вот он создал монолитное общество и так далее. А насчет монолитного общества можно сказать, что количество коллаборантов на оккупированной территории Советского Союза было таково, что полицаи из Украины, из Белоруссии, из России, кстати, участвовали в карательных экспедициях на территории, простите, Франции. Вот французских коллаборантов, которые участвовали в карательных экспедициях на территории Советского Союза, я не слыхал о таких. Может были, но я не слыхал. Много было. румынские, венгерские, союзники. Это войска просто союзники. Ну а прибалтийские, Перконкрус, Тайсарк, много таких организаций. Прибалтийские, ладно, их присоединили в 1940 году, понятно, но речь-то идет о коренном населении Советского Союза. Ты провел чистку, ты истребил потенциальную пятую колонну, а когда немцы пришли, то выяснилось, что истребленная пятая колонна более чем существует. Охранники Деменюки не перевели. Да. И более того, вот эти вот, как их называли, немцы их называли, помощники армии и власти. Хиви. 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 Добровольные помощники. Хиви. Вот этих Хиви были по разным подсчетам, там не то сотни тысяч, не то, извините, под миллион. Нет, вообще коллаборанты в принципе, они исчислялись-то, простите, от миллиона и выше. Кто-то говорит, три миллиона было, вот и так далее. Вот. Это к вопросу о пятой колонне. Это к вопросу о пятой колонне. Следующая теория. Ротация кадров. Это основано опять же на выступлениях Сталина, очень неконкретных, очень расплывчатых, но тем не менее. На одном из пленов, в следующий раз мы подробно об этом поговорим, 37-го года Сталин сказал, что вот у нас там несколько, есть генералитетов, партийный, есть партийное офицерство, там есть партийное унтер-офицерство. Только не определил, кто к какой категории относится. Вот. И надо обеспечивать ротацию кадров. Это правда. Вот это несомненная правда. Поскольку были истреблены львиная часть руководящих работников в армии, в МИДе, наркомат иностранных дел, в промышленности, особенно в ВПК. Ну, все знают эти фамилии, там, создатели Катюши, они были просто расстреляны. И лавры создателя Катюши присвоил себе чек, который на них написал донос. Такой, Костиков, который получил за это героя социалистического труда, там, и так далее. Королев чудом выжил, Туполев, там, шарашки сидел, но и так до бесконечности можно перечислить. Поскольку все эти места были очищены, то в них, естественно, снизу пришли новые кадры, это абсолютно понятно. И эти новые кадры, молодые люди, которым в 37-м году было 30 лет с небольшим, они правили Советским Союзом практически до начала 80-х годов. Двина и часть Брежневского политбюро, это и сам Леонид Ильевич, Косыгин, Суслов, Громыко, которого в 39-м просто из деревни в Наркомат иностранных дел перебросили. Это все выдвиженцы 37-го года. В общем, ваш любимый Ванников, и самое любопытное то, что, кстати, товарищ Ванников знаете в 17-м году в какой партии это состоял? Ну, какие-нибудь меньшевики. Социалисты-революционеры не хотите? Не расстреляли? Нет, да, нет, но Ванников, он хотя бы в 30-е годы был директором огромного завода Тульского оборонного. А были люди, ну вот, допустим, Устинов, Дмитрий Устинов, он 1908 года рождения. Он только-только закончил Ленинградский военно-механический институт. И буквально за года-два он превратился в директора самого крупного в стране тогда завода Большевик, артиллерийского завода. Ну и далее, кто такой Устинов? Ну, кстати, странно, вот опять же, я к чему это говорю, что Ванников, будучи членом партии социалистов-революционеров, и, кстати, не последним, его не расстреляли. А в 37-м году, в разгар 37-го года, переехал в Москву, когда шла латышская операция, Арвид Янович Пельша, ничего, латыш, латыш из латышей, никто его почему-то не расстрелял. Почему хрен его знает? Да не почему, по кочану. В том-то и дело, что тут никакой общего закона. Была теория вероятности. Люди в зоне риска. Вот Пельша был в зоне риска, несомненно. Но не всякий, кто в зоне риска играет. все почти, все высшие руководители брежневского времени были в зоне риска. Начиная. Ну, не совсем. А почему Брежнев в зоне риска? Он русский, он из рабочих, он вступил в партию в самый подходящий какой-нибудь там 29-й, условно говоря, год. Чего он в зоне риска? Наоборот, он в зоне без риска. Ну, Брежнев-то, может быть, сам нет, а Андропов в зоне риска. Пельша в зоне риска. Кстати, сам Суслов там какие-то косяки имел в своем происхождении. Косяки, если искать косяки, так так и у Сталина можно найти косяки. Между прочим, в духовной академии учился. Ну, поп, как он говорил, священники, церковная челядь. Да, понятно, это Сталин кстати требовал церковную челядь как бы распотронить. Короче говоря, действительно, выдвиженцы 37-го года. Я назвал людей известных и, по-видимому, талантливых. Ну, вот еще можно назвать там Байбаков, председатель Госплана, Ломака, нарком цветной металлургии, который оставался этим наркомом чуть не до 80-х годов. Огромное количество было бездарных там и так далее. Вернадский, который вел дневник, в 41-м году написал, что причина наших поражений это резкое падение качества руководителей в конце 30-х годов. Резкое падение качества руководителей. Маршал Василевский, маршал Советского Союза писал, без 37-го года, возможно, и не было бы 41-го в том, что Гитлер решил напасть, сыграло огромную роль, та степень разгрома командных кадров, которая была в 1937-м году. Это Василевский пишет, это пишет не Эха Москвы, не Гозман, не Шендерович, это пишет маршал Василевский. Да это почти все военные отмечали. Но это естественно, все-таки, конечно, среди расстрелянных в 1937-м году было много бездарных краскомов, которые только умели саблями махать, необразованных, диких конармейцев. Ну, допустим, Ворошилов, Буденный, Щаденко. Вот их расстреляли по делу. Абсолютно по делу. Спойлер, их не расстреляли. Как не расстреляли? А вот так. Таких бездарей не расстреляли? Нет, представляете, Ворошилов довел дело до блокады Ленинграда, а его странно. Вот ленинградцы, которые переживали блокаду, страшное дело, могли, конечно, сказать спасибо вермахту, и это первое спасибо от блокадного Ленинграда, но второе спасибо, это, конечно, Климент Ефремовичу. За Сталинград отдельное спасибо Семену Константиновичу Тимошенко, который под Барвенково умудрился похоронить такую огромную армию, что юг России просто остался голым. Но, кстати, Семен Константинович Тимошенко из всех этих конармейцев, судя по всему, был наименее бездарный. Но и он подарил нам Сталинград. Вот представляете, без Семена Константиновича Тимошенко ну не было бы Сталинградской битвы, не было бы чем гордиться. Ну да, в общем, короче говоря, я склонен доверять Вернадскому, что при всем том, что среди расстрелянных была масса бездарных командующих, и не только военных, конечно, и промышленных, необразованных, которые вчера там выдвиженцы и так далее. Но в целом, как считал Вернадский, уровень руководства резко упал. Но дело не в этом. Один спойлер. Когда мы будем говорить о репрессиях в РКК, я хочу сказать, что когда говорят о репрессиях в РКК, все говорят, ой, расстреляли Тухачевского, ой, расстреляли Убаревича. Самый серьезный урон, катастрофический урон Красная Армия понесла в среднем звене командиров. То есть тех командиров, которые поднимают полки в атаку, тех командиров, которые непосредственно командуют на местах. И вот это было самое катастрофичное для армии. Да. Но, да, и среди выдвиженцев, конечно, была масса абсолютных бездарей, ничтожеств, все понятно, которые на доносах поднялись. Но, допустим, даже, что средний уровень ликвидированных руководителей был низкий, а средний уровень молодых талантливых был, молодых пришедших, был высокий. Я действительно думаю, что и Брежнев, и Устинов, и Байбаков, и Ломака были люди, несомненно, в своей области талантливые. Но, стоит один простейший вопрос, который почему-то никогда не задают. Зачем их расстреливать? Вы хотите ротацию кадров, но и делайте. Расстреливать зачем? Снимите их и все. Какие проблемы? Почему для ротации кадров, если уж она так необходима, нужен террор? Ну, ни единой причины нет. Почему, если вы снимете директора или главного инженера завода и сделаете его мастером, допустим, то что? Хрущев пытался без расстрелов проводить ротацию. между прочим, между прочим, по-моему, на чуть ли не на самом 20-м, ну, скорее всего, на 21-м съезде КПСС была принята такая резолюция. 10 лет руководитель, все, до свидания. 10 лет давали на руководство. То есть, смена кадров, то, что сделал Дэн Сиалпин. И что с дорогим Никитой Сергеевичем? А вот... Ну, так кто с Никитой Сергеевичем? А со Сталином, очевидно, никто ничего не сделал. Я это к тому говорю, что аргумент... Ну, сам Сталин должен был бы уходить. Ну, вот это правда. Вот это правда. Написал бы заявление, только непонятно, на чём. Именно имя Поскребышева, наверное. Прошу освободить от занимаемой должности. Вот. Значит, аргумент про ротацию, он имеет, несомненно, свой смысл. Действительно, ротировать надо, хотя в течение 30-х годов, я имею в виду первую половину 30-х годов, быстро менялись руководители. Но ротация и расстреляция это две совершенно разные темы, так? Если даже вам в ресторане не понравился салат, всегда ли это причина воткнуть вилку в глаз официанту? Это совершенно неочевидно, согласитесь. Можно отзыв написать. Еще книга жалоб и предложений. Вот. Причина ли это взять эту книгу, поджечь ее, еще поджечь ее обязательно там, где бензин в этом ресторане хранится. Значит, аргумент про... и так мы перебрали, насколько я понимаю, все основные аргументы. есть еще один аргумент личного характера. Просто больной, шизофреник, психопат. Последний аргумент, последний довод королев. Болной совсем плохой. Ну, что, пойдет? Старым стал, плохым стал. Больной человек, чего с него возьмешь? Я думаю, что этот аргумент, кстати, к нему аккуратно, так осторожно подходят действительно крупные специалисты в этой области, потому что у нас историки это не только Старикова и Жукова. Историк это Хлебнюк, например. Очень рекомендую. Это автор лучших книг про 30-е годы. автор биографии Сталина, такой, достаточно нейтральный по отношению... Нейтральный, он совершенно не оголтелый, это вам абсолютно не, значит, демшиза. книга называется «Хозяин». Он работал в архивах, что главный признак грамотного историка, и он старается объективно смотреть. И вот Хлебнюк, он, в общем, осторожно-осторожно, но фактически говорит, что волной совсем плохой. И я вам должен сказать, что этот аргумент, при всей его вроде бы наивности, он имеет в истории огромное значение, потому что трудно назвать вполне здоровым Ивана, например. Василича, Буншу. Иван Василича, да, Рюриковича мой. Даже, значит, губернатор Орловской области и то признал, что Иван был болен, потому что когда он в Сапсане мчался в Петербурге, сын был. А, болен сын, а Иван был здоров, понятно. Иван и губернатор были здоровы, и машинист Сапсана, а сын был болен, ну, понятно, да. Но, тем не менее, вот, все-таки многие считают, что Иван Кошков не просто так мучил, а душа горела. Не очень он был здоровый человек, да. Вот. Ну, про Гитлера известно, что одаренные художники часто бывают людьми. И художник, он был так себе, а вот политик был... Да. Я его с Бродатой перепутал. Бродат, тот художник одаренный, а Гитлер не очень, да. Два друга, ну, знаете, работали рядом, Мольберт в Мольберт. В общем, многие люди, ну, классический, всем известный пример это Калибова, так, но это очевидно тяжелобольный человек. Нерон, да. Вот Нерон Калибова считается классическими примерами людей тяжелобольных. Но вообще говоря, мне кажется, что, ну, как бы это сказать, люди со сверхценными идеями, которые без видимых причин начинают войны, казни, убийства, истребления, их назвать обычными людьми, ну, с нашей, средней. Вообще, здоровые, нездоровые, это же понятие статистическое, так. Кто сказал, что нормальный человек, значит, ест непременно овощи, фрукты и рыбу, а не человечину. Ну, откуда это следует, так. Уважаемые слушатели, ешьте, пожалуйста, рыбу, овощи, фрукты, мясо, вот, но лучше говядину, баранину, свинину, курятину, индюшатину, но ни в коем случае не человечину. Такого рода люди, они часто действительно с большими, очень большими отклонениями, с очень большими странностями. Это правда. Более того, я думаю, что это один из эволюционных механизмов истории, которая зачем-то производит своеобразный отбор. И очень часто, особенно, если речь идет об абсолютной власти, очень часто люди, стремящиеся к абсолютной власти, получающие абсолютную власть и очень долго имеющие абсолютную власть, они свихиваются уже в процессе. То есть это вот такой действительно механизм истории, который и отбирает своеобразных людей, а уж те, которые отобрались и взобрались на самую вершину и имеют абсолютную власть, они, ну, что тут говорить, поговорка старая, всякая власть развращает, абсолютная развращает. Это похоже на пружину, просто в момент прихода эта пружина максимально сжата. У нее потенциал огромный. И по мере того, как она расправляется, распрямляется, происходят вот такие катастрофические потрясения. Понимаете? Нам всем иногда кажется, это цитата, и мне иногда кажется, что если навести твердый порядок жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортней и безопасней. Это не так. Потому что очень скоро эта жесткая рука начнет нас всех душить. Владимир Путин. Абсолютно прав. Вот Владимир Владимирович умеет очень удачно, очень удачно, точно и тонко, я бы сказал, одновременно формулировать. Мне, конечно, ближе из его последних высказываний, ну, скажем, всякое государство имеет право на защиту. Важно только то, чтобы эта защита не шла в ущерб безопасности другого государства. До тех пор, пока вы защищаете свою безопасность, вы должны помнить, что не бывает безопасности за счет чужой безопасности. Тоже совершенно правильное, удивительно удачное высказывание. Где-то недели-две назад. Ну, золотое, самое золотое, это просто вот некролог. Некролог по конкретному человеку. Нет, я никогда не соглашусь с тем, что надо убивать политических оппонентов. Я, когда это слушаю, думаю. А действительно трудно с этим согласиться. Ну, вот я, я, например, тоже... А уголовный кодекс, простите, а вообще о чем речь? Понимаете? Так, дело в том, что одно дело уголовный кодекс, а другое дело моральное отношение. Он бы еще сказал, ну, чайческое мясо, я никогда не соглашусь с тем, что чайческое мясо очень вкусное. Хотя, некоторым нравится, говорят. Говорят, есть любитель. В общем, короче говоря, вот это механизм 37-й год, да, можно много тут сказать общих слов, что это неизбежный результат революции. Революция пожирает своих детей. Простите, она их что, в холодильнике держит, а потом пожирает. С момента революции прошло 20 лет. Революция была в 17-м. Почему же она так долго их мариновала этих своих детей? Вот Робеспьер, тот да, вот революция в разгаре революции. Понятно. А тут через 20 лет. И детей, родителей. Да, тут родители. А специальная военная операция, вот я, вы не поддерживаете эту точку зрения, но тем не менее, она мне кажется логичной, что это неизбежный результат, ну как неизбежный, относительно неизбежный, один из результатов распада Союза Советских Социалистических Республик, это просто вот связанные между собой, связанные самым прямым образом вещи. И может быть, может быть, это некоторая окончательная стадия вот этих процессов, которые начались там в 91-м году. То есть это просто неизбежно. Почему? Вот видите, что-то есть в этом не случайное. Между 17-м и 37-м, между 91-м и 22-м должно чуть-чуть пройти время. Ну, может быть. В общем, не знаю, как насчет 91-го года, но вот точка зрения, что революция пожирает своих детей, да, но только она их как-то странно, значит, с опозданием 20 лет. Есть точка зрения, что это вообще значит, вот такое, такая тяга к самоистреблению и тяга к таким предельно саморазрушительным поступкам, которое заложено как говорится в генотипе российского государства. Она немножко пахнет русофобией, и поэтому она мне не особенно близка, но несомненно нечто разумное в этом есть, потому что опять же, если вы вспомните совершенно безумное поведение Ивана, и не тем важно, что оно безумное, безумцы бывают, а тем, что Иван до сих пор для многих людей в России и не только для губернатора Саразовской области сакральная и очень почитаемая фигура. Вот что интересно. Вот что интересно. Это не какой-то там проклятый Нерон и проклятый Каллигулы и так далее. Нет, это почитаемая фигура, хотя уж кажется. Все-таки для большинства это сумасшедший. Ну, для большинства это никак. Знаете, тут есть гораздо более компромиссное. Для большинства это артист Юрий Васильев. Вот кто он такой для большинства. Якова. Это фильм Гайдар. Юрий Яков. Ой, господи. Юрий Васильевич. Просто я хочу сказать, что есть другие фигуры. Петр I. Вот это гораздо более. Но Петр I фигура-то достаточно как сказать мифическая. И, кстати, миф именно о Пятее I это миф ведь сталинский, как и миф о Иване Грозном. Вот что точно, с чем я точно согласен, что мы в каком-то смысле вот из этой сталинской гимнастерки подчеркнули очень много мифов, которыми живем до сих пор. Вот. И на этом я бы хотел закончить. Последнее соображение относительно 1937 года, которое я вот, как говорится, вынес для себя. Вот мысль, которой весь я предан итог всего, что ум скопил. Значит, смотрите, в 30-е годы, 30-е годы, это уникальное время в истории Советского Союза. И в каком-то смысле уникальное время вообще в истории. Почему? Потому что люди жили в стране, в государстве, в обществе, которого в природе не существовало. конечно, всякое общество занимается пропагандой, пиаром, что-то преувеличивает, где-то подретуширует, где-то подмажет, где-то подгладит. Это все понятно. Весь вопрос только в степени. Вот Советский Союз 30-х годов это страна, которая ходила на руках. Или на голове, если хотите. Если на голове можно ходить. Все, что было в стране, было выдумкой. Все. Это не значит, что не было, допустим, реальное строительство заводов. Все это было. Но это было вторично. Главное был тот цирк, который вокруг этого устраивали. Строительство заводов. И возникает цирк под названием ударники, соцсоревнования и так далее. Террор. И возникает цирк под названием фильм-цирк, фильм-веселые ребята и так далее. Значит, голод. И возникает фраза жить стало лучше, жить стало веселее. И так до бесконечности. Ну, это сороковые годы. Ну, с траваями, но это же по колхозу. Ну, да. Нет, ну, пожалуйста, трактористы. Трактористы это фильм 30-х годов. То есть, в Советском Союзе я считаю это действительно великим, реально великим открытием Сталина, была построена та самая гиперреальность, то самое метапространство, о необходимости которого так долго рассказывают все маски там и прочие Билл и Гейтс. Вторая реальность. Реальность, я ее называю соцреализм, не как книжка, вот я сейчас книжку как раз пишу про соцреализм, но это не литература. Литература это крохотная, малюсенькая, крохотулечная часть. Это реальность, не соответствующая физической реальности. Это бывало, несомненно, возьмите любое магическое общество, магическое сознание, возьмите древний Египет, где вы можете себе представить, как люди жили, какие там были дома, и вы видели, какие они строят пирамиды. То есть сооруживания к реальной жизни, не имеющие вроде бы никакого отношения, но они гораздо ценнее, чем реальная жизнь. Вот в СССР такими пирамидами, только промышленными пирамидами, были заводы. Это были не просто заводы, которые там сталь выпуска выплавляют, это были сакральные заводы, священные заводы, заводы в рамках той искусственной религии, которую насаждали в этой стране. Такие заводы иконы, если хотите. Высшим воплощением этого должен был стать храм, построенный вместо храма Христа Спасителя. Этот храм сломали, и на его место, что вполне логично, хотели построить храм Советов, дворец Советов. На вершине этого дворца должна была стоять там стометровая статуя Ленина. Ну, технически не получилось. Это была вторая реальность. Совершенно особая, можно много о ней рассказывать. И вот высшим воплощением этой второй реальности был именно 1937 год, когда возникло в этой второй реальности максимальное ее сгущение. Несуществующие заговоры, несуществующие шпионы, несуществующие террористы. По сути, это, конечно, охота на ведьм. Это, конечно, процессы ведьм времен Средневековья, безусловно. Но специфика Сталина в том, что средневековые процессы ведьм, колдунов и так далее перенесены в 20 век и помножены на технику кино, радио, массовые печати и так далее, и так далее. Это вот такое, ну, как сказать, во многих религиях существуют кровавые жертвоприношения. Кровавые жертвоприношения. Вот, когда Ганнибал отправился воевать с римлянами, в Карфагене убили несколько тысяч своих детей, чтобы задобрить богов, которые помогут Ганнибалу одержать его великие победы. И когда говорят культ Сталина, да, это, конечно, религиозный культ, но кроме культа самого человека по имени Сталина, это одновременно и важный элемент той удвоенной реальности, той второй реальности, которая существовала в Советском Союзе. И жрецами этой реальности были довольно странные люди. Вот в Киеве была такая женщина Николаенко, ее имя вошло в историю. Она разоблачила огромное количество врагов, шпионов, троцкистов, террористов и так далее, и так далее. Сталин о ней говорил на плену МЦК, что вот Николаенко, этот настоящий советский человек, да, это маленький человек, это простой человек, но вот этот простой маленький человек разоблачил врагов больше, чем так называемые там ученые, специалисты, следователи. Ее сигналы игнорировали. Вот, ее сигналы долго игнорировали, и, наконец, она добилась правды. Хрущев говорил, что Николаенко была диагностированная шизофреничка, которая сидела в сумасшедшем доме. И вот это столкновение двух реальностей, так кто тут шизофреник, как говорится? Кто шизофреник? Николаенко шизофреник? Или Хрущев шизофреник? Что происходит в реальности? В реальности действительно террористы, троцкисты, вредители, шпионы, историк стариков, историк жутов и так далее. Это в реальности? Или в реальности сумасшедший человек, который в дурке сидит и у него глюки? Где граница? Каков критерий развлечения? Вот человек видит ведьм заговоры, не заговоры в смысле, что собрались, а заговоры, что вот ведьма там что-то такое, значит, чулки снимает и по этой причине будет наводнение или землетрясение. Он прав? Или правы те, кто говорят, нет, сколько не снимай чулки, наводнения не будет? Открытый вопрос. В 30-е годы в СССР была особая реальность, которой не было ни в 20-е, ни после войны, потому что эту особую реальность грубейшим образом разбил немецкий танк. Вот Сталин жил в своей совершенно особой реальности. В этой реальности он не мог поверить в принципе, терпе, что границу этой его реальности взломают, разорвут, проткнут немецкие штыки. Поэтому он в течение всего дня 22 июня, а там минута, как вы понимаете, дорого стоила, он просто не верил, что началась большая война. Не верил. Его сознание отторгало этот факт. Пограничные инциденты, нападения, все, что хотите. И отсюда вот этот приказ. Отгоните, но границу не переходите. В истории военного дела приказ не поддаваться на провокации. Вот армия таких приказов, ни одна армия на этой планете не знала и до сих пор не знает, что такое не поддаваться на провокации. Армия знает приказы наступать, обороняться, перегруппироваться, отходить, не поддаваться на провокации. Армия таких военных приказов просто не представляет. А я вам объясню, что это такое. Не поддаваться на провокации реальности. Реальность нас провоцирует. Реальность в виде немецких танков и бомбардировщиков противоречит той гиперреальности, тому удвоенному миру, в котором есть счастливый Советский Союз, есть книга о вкусной здоровой пищи, были вредители и шпионы, и в которой главное я все вижу, предвижу, угадываю реальность, которую я, как демиург, создал. И вот немецкие танки этой реальности противоречат. И я не хочу их принимать, не желаю, выталкиваю. Знаете, был такой капитан-сирота, капитан-командир, то есть, он столкнулся с румынской артиллерии. И он вывел до начала бомбардировки свои войска из казармы, по-моему, под Измаилом это было дело. Был такой чуть более значимый командир Кузнецов, Николай Герасимович, по-моему, командующий Красным флотом. Вот он увидел как бы немецкие корабли. И он не мог, понимаете, и капитан-сирота, и адмирал Кузнецов, они не могли на дачу в Волынское приехать, лечь там в соседней комнате от Сталина и жить дальше в этой счастливой реальности. Они находились там, где отсутствие реальности было невозможно. Если говорить о выдуманной реальности, вот честно, иногда меня посещает эта мысль, уважаемые слушатели, сейчас будет некоторое такое небольшое откровение. Мы же живем тоже в каком-то смысле в гораздо меньшей степени, но все-таки в таком мире, где есть место шизофрении. И вот 8 лет я включаю телевизор, и там мне рассказывают о какой-то химере. Запад, НАТО, хренато. И вроде как это словобудие. И мне это было понятно, что это словобудие. Я поступил как всякий нормальный человек, выключил телевизор. 24 февраля эта реальность, она совсем усугубилась. То есть она начала сплетаться, вот эта фантастическая реальность, шизофреническая реальность, она начала сплетаться с натуральной реальностью, точнее с действительностью, то есть субъективной реальностью. Вот есть действительность, есть реальность. Реальности они могут быть разные, а действительность она как бы действительность, то есть она не может быть субъективной действительностью. И вот я иногда включая телевизор слышу Бандера комары и Бандера гуси, публичный дом Норвегии и черепахи и массу вообще таких странноватых вещей, нацисты и наркоманы и прочее, прочее, прочее. Вы знаете, я иногда думаю, кто из нас вот вот именно кто из нас вспомните фильм Покровские ворота, когда он говорит, а если он прав? Вот это вопрос, это вопрос Декарта, Канта, Николаенко, Первоканала, Скобеевой, это фундаментально, а если он прав? Где? Я не знаю, где граница между севером и югом, я не знаю, где граница между товарищем и другом, вот это вот вопрос, но я думаю, этим вопросом и стоит завершить. Уважаемые слушатели, конечно, вы не можете видеть троцкистов, вот, зиновьевцев, вы не можете увидеть, как хребты за Уралом рабочим ломал муралов, дробниц и муралов, вот, вы не можете увидеть кровавых соколиков Сокольникова и так далее, и прочие замечательные... Об этом мы расскажем в следующий раз. Но, дорогие друзья, если кто-то из вас, прибив комара, который залетел, увидел на нем трезуб или там портрет Степана Бандера, я не знаю, как просто должны еще Бандера-комары выглядеть. Вы, пожалуйста, пищит, как там эта песня, как-то их... Я уже забыл... Узи червана Калина? Нет, это поет как бы из фильма «В бой идут одни старики», актер. Это другой старик, это плохой старик. Это плохая... Это не та Калина, это не наша... В общем, если кто-то из вас видел Бандера-гуся или Бандера-комара, вы, пожалуйста, скажите, потому что я таких не видел и очень сомневаюсь в их существовании. А может быть они просто гнездились исключительно в подвале гостиницы «Бристоль» в городе Копенгагене. Это яйца, которые отложили там Пятаков и Гесс, когда... С кем там Пятаков встречал? Это все про встречи Пятакова с Гессом и с Троцким и про гостиницу «Бристоль» и про многое-многое другое мы подробно расскажем. В следующий раз мы будем говорить предметно о том, как это было устроено и, собственно, объясним, потому что тут мы поставили вопрос о том, что вроде как вот Леонид Александрович огульно охаивает Арчи Гетти, Арчибальда Гетти, профессора Калифорнийского университета, но это ладно, он, как известно, натовский агент, но... Пиндов. Да, но ведь есть Жуков, Стариков, Дугин, Параханов, то есть большая, солидная, простите, Стрелков, он хоть и... А Стрелков тоже, что ли, я не знал, а еще такой подробный он не был. А это в этом-то и фишка Сталина, что он нравится и красным, и коричневым. Есть, кстати... Генералу Гроздовскому, слушайте, но тут какая-то нескладуха, потому что во время Гражданской войны они были, как говорится, по разной стороне. Так это и глубокая трагедия Стрелкова, что такие прекрасные люди, как Слащев и как Сталин, делили один Крым. Им бы обняться и вместе замочить бы и пить себя с куном копить, я понимаю. Вот. То есть, об этом мы предметно поговорим. Уважаемые слушатели, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, отписывайтесь, если вам не нравится. Большое спасибо всем, кто репостит и распространяет видео. Большое спасибо всем, кто поддерживает канал материально. Большое спасибо Леониду Александровичу. У нас на сегодня все. Как-то так. Всем пока. До свидания. Извините, что да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова